Планомерно плиты падают. В рамках нашей компетенции мы пишем служебные записки на имя заводилам культуры о том, что после каких-либо событий, то ли ветер, то ли дождь, то ли еще просто так, упали те или иные плиты. В прошлом году хоть какие-то восстановительные работы проводились? Нет, нет, нет. Позапрошлым? Нет, нет, нет. Ну вот пять лет последних лет ничего? Десять лет последних лет? Нет, нет. Поэтому необходимость, я знаю, что акты обследования проводились и они у нас есть в музее, то есть и архитектурой занималась, но все это. Здесь очень тяжелые грунты, то есть здесь идет усадка, поэтому это не просто поместить плиты и на этом закончится ремонт. Это очень серьезная работа строительная. Плитка с 20-метрового обелиска славы периодически падает. Если присмотреться, можно заметить огромные трещины на могильных камнях, парапетах и других частях комплекса. Из-за проседания грунта плиты на площадке перед тем же обелиском деформированы, ступени повреждены. Гранитные стелы с барельефами воинов и скорбящей матери Родины тоже нуждаются в реконструкции. Здесь достаточно чисто, однако приветы от благодарных потомков время от времени, увы, встречаются. Практически нет водоотливов. По-простому проваливается фактически плитка. Вот там, где мы ходим, по мемориалу славы, там есть опасность, да, там оседание очень сильно, там есть опасность, что можно просто провалиться. Поэтому стела – это еще полбеды. И почему стела начала клонить? Там же на сегодняшний день эта стела отклонилась. Там определенный процент уже ее отклонения от вертикального положения. И это отклонение происходит именно потому, что оседает грунт. На самом деле там действительно очень опасно. Никто не знает, в какой момент может просто произойти такое значительное проседание грунта. На обслуживание комплекса из городской казны денег почти не выделяется. Несколько тысяч гривен в год на лампочки, веники и тому подобное. Скажу откровенно, нас это поразило. Как же так? Все знают, что в центральной части города есть объект, нуждающийся в срочном ремонте. Однако, хоть каких-то самых небольших мероприятий не проводится. Далее в разговоре с начальником отдела культуры мы выяснили, у мемориала появился шанс на долгожданную реконструкцию. В 2014 году в бюджет развития города заложено более миллиона гривен для этих целей. В прошлом году была подготовлена необходимая проектная документация. Остается открытым вопрос, будут ли деньги. Как известно, который год подряд Белгороднестровский не справляется с наполнением и основной части бюджета. Проведена экспертиза, практически, насколько я знаю, готов проект реконструкции мемориала славы. Достаточно большие средства, миллион четыреста планирует город выделить на то, чтобы делать там реконструкцию. При подготовке материала у нас возник вопрос, а может он и вовсе не нужен, этот памятник. Денег на его ремонт требуется очень много, а они сейчас, ох, как пригодились бы, например, для ремонта дорог. Но это только рассуждение. Конечно же, памятники, и тем более такие, важны. Поддерживать их в порядке тоже необходимо. Горожане и гости, молодые и те, что постарше, с нами согласились. Конечно, нужны. Конечно, мы возмущены всем происходящим. Памятник нужно восстанавливать. Там пару плед отрывалось. Я не знаю, может своими силами какой-то сбор средств просто хоть как-то восстановить. Памятники, они нужны? Конечно. А для чего? Память. В первую очередь память. О ком? О военных, военнослужащих, наших ветеранах. Все-таки слава – это прошлое наше. А вы вот своему малышу будете рассказывать, когда он вырастет, что это, для кого это? Конечно. Конечно, не без этого. Обязательно. Когда ходим, вот здесь приходим, то всегда смотрим, что он не ремонтируется, никакого внимания ему нет. Это мы видим. А так, что в таком состоянии, не думали. И знаете, это очень нам неприятно. Тем более, что вот муж у меня, пока не вышел на пенсию, он военнослужащий, пока не вышел на пенсию, они все время здесь были. Вы же знаете, наверное, устраивались здесь, дежурили дети. Всегда убирали, там цветы были. Это было очень отлично. А сейчас, сейчас очень тяжелое состояние в этом отношении. Надо написать таблицу, табличку поставить какую-то, что небезопасно гулять. Не пишет. Нет, конечно. А кто вам напишет? Наши власти? Они не напишут. Не пишут? Конечно, нет. У нас на стадионе безопасно сидеть? А вообще, вот как вы относитесь сейчас? Памятники сносят? Ну, вот Ленину вообще? Расстрелять. Расстрелять кого? За то, кто памятники выбирает. За что? Ну, за то, что они выбирают этих. Зачем? Это память народу была. А я сейчас выберу и просто выбираю. А зачем вам памятники? Ну, чтобы память была. Чтобы можно было прийти в парк и посмотреть, что там стоит. И за что бы люди боролись. А вы что скажете? А что я могу сказать? Ну, вам памятники нужны? Нужны, конечно. Скоро мы вместе будем праздновать 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Чиновники будут произносить громкие речи, поздравлять ветеранов голландской гвоздичкой и продуктовым набором с оптового рынка. Я думаю, что даже возложат цветы и по стандартному сценарию прозвучат стихи в исполнении детей и минуты молчания. Хотя на самом мемориале уже несколько последних церемоний не проводили. Там просто опасно даже ходить. Это ли народная память? Такой ли урок мы должны были вынести из наиболее страшной и жестокой войны за всю историю человечества? Так ли мы должны напоминать себе о славном подвиге наших предков, которые своими жизнями заплатили наше сегодняшнее существование? Мне кажется, что нет. Нынче среди политиков модно говорить «объявляю инициативу». А я хочу просто вам сейчас предложить. Давайте подумаем, как уберечь нашу историю и памятники нашего края от дальнейшего разрушения. Неважно по какой причине. Если вдруг денег нет, то обсудим возможность сбора средств. Ведь могли наши предки собрать необходимое количество денежек на их создание? Неужели мы не соберем на реставрацию? А возможно, стоит подумать и возродить опыт прошлых лет. Собраться и всем вместе привести мемориал в порядок, раз уж у властей руки не доходят. Хватит говорить о патриотизме. Давайте что-то сделаем собственными руками. Со своими предложениями, как самим себе помочь в этой ситуации, обращайтесь к нам в редакцию. Обсудим, решим и сделаем. Всем миром, как говорится. Вы смотрели программу «Зона ответственности». Программу, которая сделает наш город лучше. До новых встреч на телеканале Бессарабе ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин